Приветствую вас, дорогие братья и сестры, вы на канале Евангелия в последнее время, и с вами Игорь. Да благословит всех вас Господь Бог, Авраама, Исаака и Якова. Слава Господу за победу на Голгофском кресте и за надежду, которую нам даровал в Господе Иисусе Христе, кто единственный путь спасения. Господь, который даровал нам милости сегодня, благодати Своей, чтобы мы еще раскусили благость Божия и возрадовались о спасении, только да поможет Господь нам сохранить веру и святость, чтобы мы увидели Господа, как Господа Спасителя и Искупителя. И каждый день приближает нас к встрече с Ним, и события, которые происходят в этом мире, также показывают, что время приближается к своему завершению. Но это не значит, что вот мы должны сейчас спрятаться где-то и ждать день или месяц, или еще 10 лет, или еще 30 лет. Нет, мы должны продолжать быть светом и солью, проповедовать Господа Иисуса Христа, конечно же, и в первую очередь, самим быть наполненными маслом, чтобы Господь совершил спасение в нашей жизни. Благодарим вас за все ваши молитвы, благодарим за всю вашу помощь, поддержку миссионерского служения. Пусть Господь обильно вас благословит. В этом видео я хотел бы продолжить тематику того, что мы наблюдаем сегодня. И мы это будем делать, как и ранее в свете Священного Писания. Сразу хочу сказать, что все, что вы не слышите, что я не слышу, что мы не слышим, все должно проверяться на основании Слова Божьего. Да, мы все разные, из разных церквей, разных динаминаций. Очень часто нам хочется, чтобы было так, как мы считаем. Очень часто мы считаем, что мы правильно считаем. Разное есть. Но будет так, как Господь сказал. И будет так, как Господь решил. И это также должно стать основой для нас, а также радостью и вдохновением. Потому что будет так, как Бог запланировал. А не так, как людям кажется. И не так, как хочется дьяволу с Антихристом и масонами и всеми силами тьмы. А так, как Бог сказал. А Он уже сказал. В Слове Свою, которое мы читаем. И через которое мы научаемся. Но мы также и рассуждаем. Мы принимаем непосредственное участие в этой войне духовной, которая продолжается. И все мы должны быть в омбудировании и в строю. Потому что битва за человеческие души продолжается. И немало получил уже вопросов, если дьявол знает, чем все это для него закончится. А почему вот он как бы так старается, скажем. Потому что он хочет как можно больше душ загубить человеческие. Поэтому он действительно старается. А стараемся ли мы сегодня, как дети Божьи, чтобы рассказать, поделиться Евангелием, сделать доброе дело во имя Иисуса Христа. Пусть Бог нам поможет. И сегодня я смотрю столько разной информации, столько всего. И даже люди, которые называют себя христианами, я говорил это во вчерашнем видео, попадаются на уловки, обольщения, связанные с тем, что, например, происходит в Америке, я еще раз хочу сказать, никаких операций военных, полицейских против педофилов, против всей этой нечисти, которая использует детей, якобы уже говорят, что есть такой материал, что якобы, когда дети в страхе, их специально пытают, пугают, а потом убивают и добывают этот материал, как наркотик. Да. И я хочу сразу сказать, что это ложная информация. Но если она была вброшена, конечно же, за этим есть какая-то цель, и кто-то стоит. Будь осторожен. Много разной информации. Многие люди стремятся за сенсациями. Очень много всего. И, конечно же, людям хочется что-то узнать новенькое. Да. Но новенького, наверное, и не будет. Почему? Потому что все, что нужно, Господь сказал. Конечно же, слухи настораживают. И многое мы не знаем. Но через слово благодать, изучение слова, через наблюдение за тем, что происходит. Картина уже того, что Бог уже сказал в Библии, она начинает проясняться. Поэтому не нужно смотреть, особенно тем, кто в слабой вере. Не слушайте, не попадайтесь на крючок разной лживой информации о том, что идет Трамп-операция военная, там, полицейская, там, всех их арестовывают, педофилов, громят их не туннели, тайны их не общества. Они как были, так они и есть. Но время последнее и очень опасно. И вот я смотрю, что вот происходит то, о чем Писание говорит. Именно книга Откровения. И мне очень болезненно на сердце, когда я вижу, что сколько людей соблазняется, обольщается. И даже те, которые говорят, что они христиане. Но все равно мы молимся. Но скажу, что когда придет Антихрист, многие-многие люди, которые называют себя христианами, или так называемые христианами, они первые побегут принимать метку зверя. Хотя это будет в последнюю седьмину. И мы понимаем, что все, что сейчас происходит, это подготовка. Они обрабатывают сознание людей. И даже христиан. Они обрабатывают. Но мы будем стоять на евангельской истине. Я и дом мой будем служить Господу, и только Господу. А кто как хочет, пускай сам решает. И вот эти поблажки, игра с этим миром, практически игра с грехом, привела к тому, что сегодня действительно огромная проблема в церквях. Духовная проблема. Пусть Бог поможет. Мы можем, и мы должны молиться. Я верю, что когда мы придем в покаяние сокрушенным сердцем, Бог ответит. Бог поможет. Бог выйдет навстречу. И много, что еще Господь в это короткое время, которое осталось, поменяет. Но идет обработка сознания. Чтобы люди привыкали. По чуть-чуть. Да? Мы знаем, что дьявол никогда не придет с рогами. Кому надо, и с рогами придет. Но в основном, как сказано, как ангел света. Да, люди-то испугаются, если увидят его, как он выглядит. Хотя это бывший Люцифер. Херувим, красавец. Но который стал дьяволом и сатаною. Поэтому и у дьявола есть план. Да? И вот по чуть-чуть, понемножку. И вот так он заводит. Или, по крайней мере, план у них завести людей в новый мировой порядок. Но мы должны понимать, что есть план Господь. И Господь сказал, что это будет. Господь попустит. Да, потому что это в плане Божьем. Да, будет новый мировой порядок. Если сегодня мы видим эту эпидемию, значит Господь допустил эту эпидемию. Да, за ней стоят силы тьмы. Но Господь допустил. Вирус он есть. Конечно же он есть. И все эти разговоры, что вируса на самом деле нет. Нет, он есть. Другой вопрос. Что это за вирус? Искусственный или все же нет? И если он и есть, а он есть, действительно ли так, как о нем говорят? Потому что мы видим искусственную панику и искусственный хаос, страх у людей. И это видно, что делается все специально. Делается все специально, чтобы людей потом загнать и сказать, видите, а вот есть то, что может помочь. И болеть не будете. И тогда вы свободны будете в своих передвижениях. Да, возьмите, примите, как во время Антихриста, метка зверя. Если не будет у вас ее, ни покупать, ни продавать. Смотрите, и богатому, и бедному, всем будет положен. И вот эти шаги, приготовление к тому, что будет в будущем. Думаю, что даже в ближайшем будущем. Но смотрите, что сказано в Священном Писании. Псалом 32, 4 стих. Ибо слово Господне, право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господне, полна земля. Да, что бы ни происходило, много неверующих спрашивают, а вот почему там дети умирают в Африке от голода, что Бог не может их пожалеть или помочь? Может, но мы многое не понимаем. Я не хочу вдаваться сейчас в глубоко вопросах африканского континента или других мест. Но я хочу сказать, даже тогда, когда я не понимаю, я многое, что не понимаю, я все равно знаю, что Бог праведен. Бог Израиля праведен. И все дела его праведны. А если есть грех, так это проблема человек. И все зло, которое видим, и проблемы, это из-за греха очень часто. Далее хочу прочитать последние стихи с 18 до конца того же 32-го Псалма. Вот. О, как Господни над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти во время голода прокормит их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наш и защита наш, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали, да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Амин. Пусть Бог нам поможет. Я не хотел бы опять касаться вопроса восхищения. Много аргументов и действительно доводов и у тех, кто считает, что до великой скорби, и у тех, кто считает после великой скорби. Да, я просто хочу сказать о том, что Господь, Он верный Бог. И Он видит наше сердце, насколько мы искренны. И я хочу сказать, что мы должны доверять Богу. Пусть Бог благословит. Это самая важная часть. Я много раз говорил, что если даже тайны мироздания узнаем, оно не поможет нам, если не будет Иисуса Христа, Господа. Поэтому еще раз хочу сказать, приложите все усилия. Давайте прилагать все усилия, чтобы познавать Сына Божьем. Это самое главное. Да, сокрушаться, каяться. И может быть на канале сейчас слышите меня. Те, кто не знает Иисуса, не верит в Него, читайте Новый Завет. Читайте. Изберите жизнь. Зачем вам умирать? Изберите жизнь. Бог любит, а Христос и есть жизнь. И не просто жизнь. Он есть Господь и жизнь вечная. Пусть Бог и вам поможет. Я не могу вас спасти. Я не могу вместо вас покаяться, но я вам могу рассказать и еще раз поделиться и делюсь о Христе Господе, который умер за наши грехи по Писанию и воскрес на нашем правдании по Писанию. Кровь, которую он пролил на Голгофе, которая очищает нас от всякого греха. И это есть Евангелие. Хорошо, друзья, сегодня у нас будет видео о Билл Гейтс. Я думаю, что все мы слышали, знаем о нем, тот, который, как некоторые говорят, подарил миру компьютер. Немножко поговорим, почему, потому что все более и более информация о нем, особенно связанная с эпидемией и вакцинацией. Почему, потому что он отвечает за вакцину, его фонд. Сейчас мы об этом поговорим и посмотрим. Пусть Бог нам поможет. Также хочу сказать, что в 17-м году президент Америки Дональд Трамп хотел инициировать комиссию, которая должна была расследовать все эти случаи и предположения о вреде некоторых вакцин, некоторых прививок. Я думаю, что это тоже не новая тема. Почему? Потому что я часто бываю в Калифорнии, я знаю людей, многих людей и эти разговоры в церквях, они есть. Я знаю людей, которые не прививают своих детей. Я знаю, что в Калифорнии, я не знаю, как сейчас, но немало было попыток, чтобы узаконить обязательную вакцинацию от разных болезней и аж вплоть до того, что если родители не будут делать, чтобы отбирать у них детей. Я знаю, что многие наши выходили, говорили, что нет, мы не хотим, мы имеем право. Эта тема не новая. Так вот, Дональд Трамп спросил Билл Гейтс, а правда ли, что вот есть такие слухи, что вот вакцины могут вредить. А Билл Гейтс, кстати, это в интервью, сам Билл Гейтс об этом рассказывает, и он говорит там, да ты что, говорит, нет, конечно же, это неправда. И Дональд Трамп эту комиссию не создал. А жаль. Очень жаль. Но в любом случае, все идет так, как Господь решил. Билл Гейтс, он такой же символ капитализма для Америки, не думаю, что только для Америки, каким более века назад был первый американский миллиардер Джон Рокфеллер старше. Компания Microsoft, которую Гейтс основал вместе со своим другом Полом Алленом в середине 70-х годов еще студентом. Сразу хочу сказать, не знаю насчет Пола Аллена, но Билл Гейтс не еврей. Почему я об этом говорю, что вот все, какая-то проблема, где-то что-то видят плохое это евреи. Почему-то забывают, что сам Иисус Христос еврей по плоти. Все апостолы, первые миссионеры были евреем. И у Бога всегда был верный святой еврейский остаток. Всегда. Да, и антихрист скорее всего будет нести еврейскую кровь. Не точно, но многие так считают. То вы знаете, что евреи верят в двух мессиях. Если вам интересно, найдите это видео у нас на канале. Я, кстати, его выставлю. Можете посмотреть о двух мессиях. Но суть в другом, что Билл Гейтс, он является членом Нью Эйдж, отключения иллюминатов, масонов. Это сатанистская группа, я не хочу называть ее церковью, они говорят, что она церковь, но это сатанистская группа, которая проводит учение привода антихриста, власть и идеи нового мирового порядка, завулированный. Под якобы писание, но у них свое писание. Поэтому, если он член Нью Эйдж, там, где дух сатаны, понятно, кто этот человек, и понятно все, что он делает, мы сейчас поговорим под его добрыми лозунгами, огромными инвестициями и пожертвованиями, понятно, к чему все это ведет. потому что Ян Тигр когда придет, он захочет помочь людям. В 70-х годах основание Microsoft. К концу 20-го века Microsoft превратилась в гигантскую транснациональную корпорацию по производству программного обеспечения для вычислительной техники, персональных компьютеров, игровых приставок, гаджетов, мобильных телефонов. И компания стала известна как разработчик семейства операционных систем Windows. В истории головокружительного взлета Microsoft не все ясно. В частности, бывший сотрудник Эдвард Сноуден, известный Эдвард Сноуден, не раз упоминал Microsoft. По его данным, корпорация сотрудничала с американскими спецслужбами в рамках секретной программы PRISM, предназначенной для слежки за электронными сообщениями. В принципе, это тоже не ново. Всегда, чтобы что-то сделать, ну, я уже сказал, даже дьявол с антикристом, они не могут сразу прийти и вот сказать вот так и так. То есть, они подготавливают хорошие лозунги, ну, вот борьба, допустим, с преступниками, или когда они изымут наличку, а они наличку обязательно изымут. И это все ускорилось и все более и более подготавливается, чтобы люди уже были подготовлены, чтобы они не удивлялись, да, вот эта обработка, зомбирование сознания. Но цель тотальный контроль, цель новый мировой порядок, цель дать бой Господу и уничтожить как можно больше душ. В августе 2019 года Microsoft заняла первое место в рейтинге Global Top 100. Она обогнала Apple и стала самым дорогим в мире бизнесом. На тот момент ее капитализация оценивалась в 905 миллиардов долларов, а немного спустя капитализация компании перевалила за триллион. И вот на фоне головокружительных успехов Microsoft со стороны Билла Гейтса последовали странные действия. В марте 2020 года СМИ сообщили, что основатель Microsoft покидает компанию, окончательно выходит из капитала корпорации и из ее совета директоров. Странно как-то. Но давайте посмотрим дальше. Одновременно Гейтс принял решение покинуть правление компании Berkshire Hathaway основным акционером и главным руководителем которого является Уоррен Баффет близкий друг Гейтса еще один масон вот Уоррен Баффет еврей. Покидая Microsoft Гейтс объявил, что отныне он намерен больше времени уделять филантропии, развитию глобального здравоохранения и образования, а также решению проблемы изменений климата. Вообще стаж благотворительной деятельности Билла Гейтса насчитывает два десятка лет. В 2000 году он вместе с женой учредил фонд Билла и Мелинды Гейтс, который сразу стал одним из крупнейших благотворительных фондов Америки. За 20 лет фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на разные программы здравоохранения, образования, борьба с изменениями климата почти 54 миллиарда долларов. Уход Билла Гейтса из компании Microsoft произошел в тот момент, когда в мире стали разгораться страсти вот по этому вирусу. Страсти по этой эпидемии. Миллиардер не скрывал, что в новой обстановке он посвящает себя спасению человечества от эпидемий и пандемий. До этого на медицинском направлении деятельность фонда приоритетом были вакцины для защиты людей от вирусных эпидемий, разработка новых вакцин и вакцинация людей созданными препаратами. Фроле Билл Гейтс заявил, что фонд выделяет 100 миллионов долларов на борьбу с вирусом. Я хочу немножко еще что сказать, что когда дьявол обольстил Еву с Адамом, частью он сказал правду, но мы знаем какая была его цель и перемешал. Знаю немало событий из истории, когда те, кто задумывал коварный план, они в первую очередь показывали себя как преданные люди, верные люди, но цель у них уже была, и когда те, на кого они работали или кому служили, были уверены, что этот человек верный и преданный и доверились, и вот тогда они наносили страшный удар. Что ж, мы это видим и сегодня. Ничего нового. Надо сказать, что многие относятся к благотворительной деятельности Гейтса, особенно части, касающейся разработки вакцины, массовой вакцинации в первую очередь в бедных странах с подозрением. Среди экспертов, критиков, занимающихся разоблачением фармацевтических гигантов, до сих пор нет единого мнения о том, зачем разрабатываются и выпускаются многомиллионами партиями такие вакцин. И я ничего не хочу сейчас сказать и говорить и о той вакцине, которая вроде будет год, я не знаю, сколько дали времени и несколько стран ведут эту разработку, но слухи настораживают. Созданный более полувека назад, в 68 году, по инициативе Дэвида Рокфеллера Римский клуб, я не знаю, если вы слышали об этом Римском клубе, подготовил целый ряд докладов, которых рекомендовал резкое сокращение численности населения планеты с доведением ее до 1 миллиарда человек. Золотой миллиард. И Жириновский даже не раз говорил об этом золотом миллиарде. Интересно тоже, где Рокфеллер, где Жириновский и где другие, а может быть их связывает? Вот этот сатанистский дух, который в врагах Бога Израиля, по мнению ряда экспертов и общественных активистов, инструментами депопуляции планеты выступают генетически модифицированные продукты питания, продукты питания с химическими добавками и химическими загрязнителями, токсичные лекарства и вакцины. Цель, конечно, есть и та, чтобы вредить здоровью. Здоровью человек. Это сознательный план, дьявольский план. Эти люди, которые стоят за этим, они прекрасно знают, кому они служат. Десять лет назад Билл Гейтс участвовал в закрытой конференции TED 2010 в Лонг-Бич, Калифорния, где выступил встречу, обновляясь к нулю. Начал он с абсурдного, с точки зрения науки, предложения сократить выбросы CO2 в мире к 2050 году до нуля, а затем заявил, в мире сегодня 6.8 миллиардов человек. Это число возрастет примерно до 9 миллиардов. Если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранения, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10-15%. Я специально проверял, потому что было также сведение о том, что он это не говорил, да, или он имел другое в виду. Здесь мне сложно что-то сказать. Почему? Потому что мы понимаем, что есть разные журналисты, разные люди услышат немножко и переделают. Правда, потом Гейтс объяснил, что он, да, он не имел это в виду, а имел совсем другое. А что? А именно в то, что сокращение на 10-15% не населения земли, а его прироста, то есть прививки должны были затормозить рост народонаселения. Насчет этого не знаю, но понятно, что все равно у него есть план. И ничего не говорю о его личных качествах как человек. Но дух, который в нем, я уже сказал, это дух New Age, это сатанинский дух. И не случайно, что он стоит вот за всем этими, что сегодня мы видим. Ему дали как бы поручение разрабатывать эту вакцину и следить за все ситуации, которые происходят. Не нравится мне это все, братья и сестры. Не принимает мой дух, не принимает и все. Другая точка зрения экспертов-критиков сводится к тому, что фармацевтические гиганты разрабатывают, внедряют токсичные прививки из-за собственной алчности. Ну, это понятно. Конечно, это было всегда, это будет. Далее, я думаю, что мы также слышали информации, что вот в новом поколении вакцин, создаваемых с помощью нанотехнологий, то есть они небезопасны с точки зрения долгосрочных последствий для здоровья человека. Кроме того, в такую вакцину может помещаться жидкими крачи, вводимые в тело человека. И первые сообщения о наночипах, упрятанных нановакцинах, появились еще в 2009 году. И вот сторонники тотальной вакцинации населения настаивают на том, чтобы вакцинация дополняла цифровой идентификацией человека. Мол, те, кто контролирует здоровье населения, должны иметь полную картину о каждом, включая информацию о сделанных прививках. И можно, в принципе, загнать такую информацию микро-чип, который в свою очередь загонит под кожу человек. А что, если сегодня на фоне всеобщего шума по поводу пандемии провести всеобщую вакцинацию одновременно с операцией по цифровой идентификации людей? Я думаю, что Билл Гейтс как раз тот человек, который готовит эту операцию по отстрелу двух зайцев. Если принять эту версию, то понятно, почему миллиардер решил объединить две сферы своих интересов цифровые технологии Microsoft и вакцины благотворительный фонд. Я не могу с точностью утверждать, но это моя точка зрения. Может она поменяться? Может. Но мы должны размышлять и в первую очередь молиться. Далее Гейтс один из инициаторов проекта ID2020 и вот это очень интересно. И этот альянс, как они говорят, поддерживаемый Организацией Объединенных Наций является частью инициативы целей устойчивого развития до 2030 года. Запомните эту дату. Они дали эту дату. Если они эту дату дали, значит есть какой-то план. Цель проекта до конца третьего десятилетия 21 века обеспечить всех людей на планете цифровым ID-идентификатором. Видите, они все переводят на электронную систему. И это тоже не сюрприз. И читая Священное Писание, особенно книгу Откровения в последнее время, мы понимаем, что оно так оно и будет. Детали мы не знаем, но знаем, что будет так. Все будет переведено на электронную систему. Для этого им нужен и мощный интернет, и много всего. И мы видим, что они очень сильно это разрабатывают, включая и искусственный интеллект. Когда Гейтс руководил компанией Microsoft, он очень интересовался темой классических микрочипов, вживляемых в тело человек. Теперь он работает над созданием наномикрочип, утверждая, что это будет микрочип ограниченного назначения. Своего рода цифровой сертификат, сопровождающий инъекцию вакцины. А кто уверен, что вот жидкий цифровой сертификат не станет электронным мошенникам, на которые хозяева денег посадят людей в электронном концлагере. Оно так оно и будет. Уже сейчас, как репетиция идет, посмотрите, во всем мире, от Израиля до России, Америка, Европа, мы это все прекрасно видим. И очень хорошее название карантин. Гейтс интересовался татуировками с квантовыми точками. Это разработка Массачусетского Технологического Института и Университета Райс. Татуировки, предназначенные для хранения истории вакцинации каждого человека. Как заявили в декабре 2019 года исследователи двух университетов, эта разработка или поручение Гейтс должна позволить выявлять тех, кто не был вакцинирован против различных заболеваний. Одной сессии миллиардер Гейтс объявил о своем плане цифровой сертификации. Тех, кто дал положительный результат на вот эту болезнь, на этот вирус, с помощью имплантированных микрочипов. И вот он дал интервью в программе Reddit на сессии «Спроси меня, что ты хочешь о эпидемии вируса». Вопрос заключался в следующем. Как компании смогут продолжить свою работу и при этом реализовать социальное дистанцирование? Гейтс ответил «Скоро у нас будут цифровые сертификаты, которые покажут нам, кто выздоровел от вируса, кто был протестирован и кто был вакцинирован против него. Цифровые сертификаты называются Quantum Dot Tattoos и были разработаны университетами MIT и Rice в США. Они должны позволить сохранить статус вакцинации. Татуировки с квантовыми точками наносят на растворимые микроиглы на основе сахара, содержащие вакцину и флуоресцентные квантовые точки, заключенные в биосовместимые капсулы микрометрового размера. После того, как микроиглы растворяются под кожей, они оставляют инкапсулированные квантовые точки, образцы которых можно прочитать, чтобы идентифировать введенную вакцину. Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает, но еще раз хочу сказать, что идет подготовка. Но очень похоже то, что сделает Антихрист в последнюю седьмину. Я никого не учу сейчас, чтобы вакцину не принимали, но мне это идея, мне эта затея не нравится. Вначале я не думаю, что это будет обязательно, но потом они скажут, что это обязательно. И тогда, если они скажут, что это обязательно, и без вакцины ты не можешь ничего делать, не летать, не пойти, то тогда это точно, это точно, что в этой вакцине большая проблема. Далее, помимо технологии имплантации микрочипов, Гейтс также работает над проектом под названием, я уже говорил, ID2020. Майкрософт хочет решить проблему, заключающуюся в том, что чуть более миллиарда человек живут без зарегистрированного удостоверения личности. И вот он разработан этот проект, или его называют еще Альянс, чтобы дать им цифровую идентификацию. Вроде неплохо звучит, забота об этих мигрантов, тоже проблемы много из-за этой нелегальной миграции мигрантов, но суть немножко в другом, контроль. И через это они захотят сделать контроль над всем человечеством, не только над мигрантами. Гейтс видит в пандемии прекрасную возможность для дальнейшего развития и применения технологии микрочипов. Также поступила одна интересная информация, что уже одна такая попытка была, и многие христианские организации выступили против вот этой формы инвазивной идентификации тела. И вот в 2019 году, если не ошибаюсь, я не помню, это 2018 или 2019 год, датская технологическая компания была вынуждена расторгнуть контракты на имплантацию микрочипов для правительства Дании и военно-морского флота США. И вот технология Гейтса станет на шаг ближе к общему государственному надзору за человек. Даже если индификация привек может быть разработана сегодня с позитивным намерением, что я опять-таки не утверждаю, но у меня большой вопрос. Все равно нужно только сложить 2 и 2, чтобы представить возможности такой техники наблюдения. Хорошо, друзья, на этом первая часть будет закончена, потому что уже немало времени заняло это видео. Пожалуйста, следите. Я обязательно запишу и постараюсь это сделать сегодня. Если нет, и воля Божия, я постараюсь записать вторую часть завтра. и мы более вплотную поговорим об этом альянсе ID2020. Что это за альянс? И, конечно же, мы продолжим тему участия Белла Гейтса во всем том, что мы сегодня видим. С другой стороны, это великое время, в которое мы живем. Бояться не нужно, погриниковать не нужно. Бог знает и защитит святых. и охрана Божия в крови и ангельская, конечно же, на всех любящих Господа. Они ничего нам не сделают. Ну, что они максимум могут нам сделать? Что они могут сделать? Убить меня? Ну, и что? Ну, что из того? Я буду спасен все равно? Да, это не значит, что если Бог нас хранит, как некоторые люди думают, ничего с нами не произойдет в плане физически. Нет, нас могут убить. И во время великой скорби будут убивать. и сегодня убивают христиан, и всегда убивали христиан в этом мире. Да, и мы это знаем. Но я сейчас говорю о спасении души. А вот к душе они не притронутся, ничего не смогут сделать. Но нам нужно борствовать, братья и сестры. И да благословит нас Господь. Давайте мы сейчас помолимся. Отец, мы благодарны тебе за Иисуса Христа Господа, за надежду на спасение, которое ты нам даровал, за то, что ты нас спас, Господи. И мы называемся просто христианами, последователями твоего пути. Хотя твой путь скорбей, гонений, притеснений, твой путь это крестный путь. Господи, но это славный путь. Ты никогда не обещал, что быть христианином все у нас будет. Господи, есть разные люди и в так называемых церквях, которые учат не Евангелие, которые говорят, что вот христианин все тебе будет. Господи, ты сказал наоборот, что если мы христиане, мы будем гонимы, но ты с нами и Дух Святой на нас. Господи, помоги нам, Господи, сохранить веру, помоги нам жить в святости, поклонении, Господи, помоги нам приобретать твой ум, Господи, применять вечные ценности на практике, научаться вечным ценностям так же, Господь, по слову Твоему, чтобы через нашу жизнь люди могли видеть Иисуса, могли бы видеть Тебя. Господи, Ты только знаешь, как подготовить нас, так как Ты решил в нашей жизни, где мы должны быть, что и как, но помоги нам не бояться, чтобы не было никакого страха, но что в первую очередь мы проповедовали Иван Галичи свою жизнь из слова свидетельства. Молю за братьев и сестер, мы такие все разные, Господи, огради нас кровью своей, чтобы мы не обольщались разной ложью, которую слышим, но чтобы через изучение Твоего слова и общение с Тобой, Иисусе, что все же Ты направлял нас, и мы бы видели, где свет, а где тьма, чтобы враг душ человеческих не обманул никого из нас. Молимся за наши семьи, благослови, Господь, благослови за деток наших, благослови, Господи, спаси каждого члена нашей семьи, да покрой, ты, Господь, защитой крови своей в наши дома. Господи, помоги оставаться благодарными. Да, мы в разных странах живем, и у нас разный уровень, Господь, экономический есть, и люди, которым не хватает, и много голодных сегодня. Господи, там, где мы можем участвовать и делом, помоги нам, Боже, и проходить мимо. Господи, я еще раз приношу в молитве страну, в которой я живу, Америка. Благослови, Господь, эту страну, благослови, президента, так, как ты сказал, Господь. Знаю, что будет так, как ты решил и в этой стране, и в любой другой стране, но молю за проповедь Евангелия, и за одну душу, Господь, моя молитва за спасение. Господь, милосердный, молимся, и также за тех, кто заболел этой болезнью, и не только этой болезнью, много, Господь, всего, что происходит в мире. Господи, мы молимся, да будет твоя милость, а мы знаем, что она есть и в нашей жизни, а я знаю, что она есть и в жизни других людей, но помоги нам молиться просто друг за друга, не только тогда, когда мы знаем друг друга, но просто помоги молиться за тех, которых мы и не знаем. Если мы услышим, Господи, если мы просто услышим, даже по новостям, где есть нужда, просто помоги нам, чтобы мы находили время, склонялись, просто открывались все сердца и благословляли тех людей молимся за мистинятское служение по всему краю земли, благослови в это последнее время, Господи помоги нам выстоять время очень тяжелое Господи, я прошу Тебя сохрани нам спасение и не только нам, Господь молимся за людей, которые не знают Тебя, и сейчас может быть кто-то слышит эту молитву на этом канале, Господь я молю за них, Господь, благослови Господи, даруй им Духа Святого Господи, помилуй их, приведи к покаянию, да уверует в Тебя, встрети, Господь и уверует Тебя великого Бога, Господа Иисуса Христа, приносим молитвы Израиля, народа Твоего, и просим покаяния, милости и для еврейского народа, Господи, и да будет мир Иерусалиму, а Тебе Тебе, великому Богу, да будет слава веки веков, Господи, прости меня, в чем согрешил сегодня и домой помоги нам не бояться Господь исповедоваться, помоги нам каяться, ибо мы действительно люди несовершенные и много сгоршие Слава Тебе, великий Бог, за церковь Твою Господи, за братьев и сестер за общение, Господь, за еще время благодати, которое продолжается помоги нам ценить Господь, и когда у нас была возможность приходить в место, которое Ты определял, как церковь, Господь многие пропускали Господи, помоги нам ценить это славное о Тебе общение и когда, Господь, Ты еще дашь немножко времени скоп и собрания возобновятся еще на короткое время, Господи помоги нам не пропускать их так, как Ты и сказал не пропускать собрания наши, примири братьев и сестер Господи, примири церкви, Господь, там, где стоят на евангельской истине, Господи также дай нам силу, Господь с любовью, Господь не идти на компромиссы не идти на компромисс Боже помоги нам, просто быть христианам да благословит Тебя, Господь и сохранит Тебя да презрит на Тебя, Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя да обратит Господь светлым лицом Своим на Тебя и дарует Тебе и дадаст Тебе шелом шелом, мир во имя Ишуа, Господа наш кто единственный путь спасения Адунаих Агадол слава Богу Отцу и Сыну и Святому Духу Богу Авраама Ицхака Якова Аллилуйя и да скажет народ Божий Амин 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 Благодарю, братья и сестры молите за меня пусть Господь даст мне вдохновение записать вторую часть этого видео Благодарю вас Шелом